Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какими делами волонтеры готовятся отметить очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне? Как готовят добровольцев к встрече гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года? Об этом мы поговорим сегодня. У нас в студии много гостей. Я сейчас по очереди их представлю, их уже можно показать. Это Елена Князева, главный консультант Департамента по делам молодежи Самарской области. Добрый вечер. Юлия Чигарева, хорошо знакомая нам координатор волонтерских программ «Дирекция-2018». И руководитель смены поколения добра, кстати, которая связана с Иволгой, с нашим фестивалем. И молодая девушка-волонтер. Это Наталья Кириллина, студентка Педагогического университета. Добрый вечер еще раз. Вот, казалось бы, волонтерское движение очень большое, но разрозненное. Разрозненное в смысле, что очень много тем и направлений. Скажите, пожалуйста, вот сегодня чем занимается сообщество волонтерское, к чему вы готовитесь и чем, в общем-то, заняты в общем? Ну, сегодня мы хотели поговорить на этой передаче тоже о двух ключевых направлениях, двух федеральных трендах наших в этом году и в прошлом. Это направление спортивного волонтерства или событийного, его еще по-другому называют. Конечно, оно связано с теми прошлыми и грядущими спортивными событиями, которые проходят и пройдут в нашей стране. Ну и направление такое патриотическое, то есть это движение волонтеры Победы, которое тоже сегодня в тренде. Тема очень актуальная. Да, мы отпраздновали 70-летие, но мы не закончили рассуждать на эту тему. Это очень важная тема, поэтому она продолжается и в этом году. Ну, эти же мероприятия будут и по всей области, да? Не только в городе, наверное, но и в области. Вот, Елена, расскажите, пожалуйста, как вообще объединить волонтеров не только в городе, но и во всей нашей большой области? Какие вот основные программы будут по работе? Ну, волонтеры, в принципе, объединены в одно целое. Они составляют большую дружную волонтерскую команду. У нас очень много, более 30 тысяч в Самарской области волонтеров, которые задействованы в огромном количестве мероприятий, являются постоянными помощниками и органов власти в проведении мероприятий. И соединяют и социальное, как Юля сказала, и событийное волонтерство, и патриотическое волонтерство. Все вместе. И так. Вот самое ближайшее мероприятие, которым вы готовитесь сегодня, это какое? Ну, волонтеры являются помощниками при праздновании торжественных событий, посвященных, ну, например, профессиональным праздникам. Здесь небольшое количество волонтеров задействовано, но они нам тоже помогают. Поэтому деятельность есть постоянно, практически без переживаний. Да, вот вы сказали 30 тысяч волонтеров. Мне интересно, как менялась эта цифра из года в год, потому что вот в прошлом году очень такой популярный был и тема, и разговор. Волонтеры, волонтеры. Какие-то даже происходят беды, катастрофы, и все, вот волонтеры везде отправляются. Вот как меняется численность? Ну, естественно, что численность волонтерского сообщества растет, потому что, если, допустим, 10 лет назад это было такое движение нескольких... Незнакомые, да, в том числе и для жителей Самарской области, то теперь уже, как мы сегодня с вами поймем, от мала до велика, да, от школьников до людей пожилого возраста включились в это движение, оно становится все более популярным. То есть вот уровень не спадает интереса, потому что, как у нас обычно бывает, вот как-то подхватывает, подхватывает, набирает, а потом какой-то спад. Я думаю, что уровень интереса скорее растет, чем спадает. Да, ну вот это очень приятно. Наталья, как вы пришли вот к такой деятельности общественной, важной очень, которая требует, мне кажется, моральных таких и сил, и желания большого? Да, это на самом деле нужна очень огромная мотивация, чтобы участвовать в данных мероприятиях. Вообще, мне помогло то, что я учусь на специальности по факультете иностранных языков, и нас очень часто привлекали в мероприятиях международного масштаба, чтобы общаться с иностранцами, помогать им в качестве волонтеров. И после этого уже пошло с более сильным желанием собственным участвовать в разных мероприятиях, попало в команду новую волонтерскую, и сейчас активно волонтеры. А с какими иностранцами вы общались? Ой, с большим количеством. Ну, если смотреть мероприятия, которые проходили у нас в Самарской области, у меня была команда из Хорватии, из Сербии, из Латвии. В этом году мне посчастливилось быть волонтером на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани. Там уже, естественно, мы общались абсолютно со всеми иностранцами, которые были на чемпионате. Ну, очень интересно. А как вы с ними общаетесь? Что входит в ваши обязанности, вот как волонтеры? Вам что, какие-то задачи ставят же? Конечно, ставят задачи. Это зависит от функции, которую вы выполняете. Например, если вы волонтер этажей, вы помогаете команде, то вы решаете все организационные вопросы, соответственно, помогаете ребятам добраться до места, в которое нужно, решаете все вопросы по поводу питания, проживания. Ну, то есть просто являетесь связующим звеном между организаторами и самими участниками. Понятно. Ну, вы будете, наверное, незаменимым специалистом на чемпионате мира. Я надеюсь. Наберете свою команду и будете уже, так как у вас опыт уже такой большой, будете их тоже учить. Кстати, вот я хотела про обучение волонтеров узнать, потому что, конечно, люди, вот если молодые и не хватает ни жизненного опыта, ни каких-то знаний, волонтеры, но в волонтере лежит большая ответственность, да, там, за что-то порученное. Вот как проводится обучение волонтеров, как это организовано? Ну, на самом деле, будет проходить очень масштабная программа, да, образовательная. Они чуть позже расскажут Елена. А я хочу упомянуть такой момент, чтобы мы не ждали 2018 года. У нас есть возможность пройти некий образовательный курс уже в этом году. С 15 по 25 июня в нашем регионе будет проходить уже четвертый по счету молодежный форум Иволга. В этом году там также будет действовать смена поколения добра, связанная с добровольчеством. И в этом году профильной темой является в том числе спортивное волонтерство. Поэтому каждый год на форум форум формируется делегация от нашего региона. В этом году это тоже будет 700 человек. На смену поколения добра 80 человек. Поэтому мы рекомендуем всем желающим, всем заинтересованным посетить этот форум. Мы там будем обсуждать стоящие перед нами перспективные задачи в части подготовки к чемпионату. У нас есть некие зоны роста. Например, что невысокий процент владения иностранным языком. Невысокий процент владения знаниями о родном крае, городе, стране и так далее. Соответственно, эти и многие другие темы в части проектного менеджмента, социального предпринимательства, просто работы волонтеров, функционал волонтеров на спортивных мероприятиях. Мы будем обсуждать на форуме в течение 10 дней, в природных условиях, в лагере с полной инфраструктурой, в палаточном лагере на Мострюковских озерах, с очень яркими, харизматичными тренерами, которые приезжают ежегодно к нам в регион, со всей страны и даже с мира, то есть из-за границы. И мы, в свою очередь, встречаем весь Приволжский федеральный округ. Поэтому мы всегда в работе своим ребятам, своим волонтерам рекомендуем хотя бы раз в жизни посетить подобный форум. У нас в регионе он есть, не в каждом регионе проходят подобные масштабные мероприятия, поэтому не упустите такую возможность. Еще раз скажите, когда это произойдет? Форум проходит с 15 по 25 июня. Регистрация уже стартовала на сайте форума Иволга, там можно подать заявку, анкету свою. И, соответственно, дальше пройти отбор и отправиться. У нас происходит подготовка делегации, то есть ребят консультируют, помогают доработать свои идеи, какие-то мысли, проекты. Организованный транспорт происходит, то есть это все никто не потерян, все организовано едут, возвращаются обратно. Тем более не первый раз, уже все отработано. Да, все отработано, поэтому каждый год организаторы стараются придумать что-то новое, яркое. В этом году, кстати, у нас будет делегация международной из Китайской народной республики, 100 человек. Да, вот Наталья там тоже будет. Да, из Франции, из Аргентины, Бразилии и других стран. Поэтому здесь можно будет отработать навыки межкультурных коммуникаций, которые тоже важны для волонтеров. Да, в наш век глобализации всеобщий. Вот прежде чем обращусь к Елене, хочу напомнить телезрителям, телефон 202-11-22, если у вас есть вопросы по тому, как стать волонтером, где вы можете пригодиться, как зарегистрироваться и так далее, и чему научиться, звоните, пожалуйста, у нас прямой эфир, мы вас услышим. Елена, скажите, пожалуйста, вы сказали 30 тысяч волонтеров, они все как-то зарегистрированы, у них есть какие-то удостоверения, или есть такие волонтеры, которые вот не ходят к вам, нигде там не встают на учет, так образно сказать, а сами считают себя волонтерами и что-то там делают добро другим людям? Ну, конечно, мы вот напрямую сотрудничаем и взаимодействуем не с каждым из 30 тысяч волонтеров, и как таковой общей базы регистрации, конечно, сейчас нет, хотя в социальных сетях есть группы, да, естественно, где волонтеры могут получить информацию о мероприятиях, где потребуется их помощь, о специфике этих мероприятий, о датах и так далее, то есть выбрать место применения своих сил и возможностей. И вот еще по курсам все-таки многому нужно научиться, как уже сказали, что слабые места, это английский язык и другие иностранные, и еще что-то, да, там, вот где эти навыки получить? Уже сегодня можно, как вы сказали, что уже сегодня мы, чтобы не ждать 2018-го? Ну, наверное, про все этапы нужно рассказать волонтерской программы. Дело в том, что волонтеры готовятся к каждому мероприятию в соответствии со спецификой предстоящего мероприятия, поэтому нужны, соответственно, в зависимости от мероприятия особые какие-то навыки. Ну, давайте-то возьмем конкретно тогда английский язык к чемпионату мира 2018, уже можно выучить его где-то? Ну, во-первых, давайте тогда уж начнем с отбора волонтеров, который еще не стартовал. Нужно будет зарегистрироваться на специальном сайте, на интернет-ресурсе, заполнить анкету, пройти тестирование, в том числе на определении знаний иностранного языка. И после осуществления отбора можно будет пройти программу обучения, которая как раз и включает в себя вот все эти зоны, как Юля сказала, зоны роста. Ну, во-первых, обучение, в том числе иностранному языку, в зависимости от уровня владения на тот день, когда мы отберем волонтеров, и, соответственно, и краеведение, и общая подготовка, и ориентация на объекте. То есть обучение будет достаточно много направлений, поэтому, конечно, обучение будет... А преподаватели тоже волонтеры? Или нет? Или это профессионалы, которые... Как вот это все организуют? Обучается команда тьютеров, так называемых, они будут, скажем так, работать с волонтерами в части психологических вопросов, команда образования, мотивации, личностного роста и так далее. А также будут профильные специалисты, например, по тематике медицинской темы, по тематике безопасности и так далее, которые будут в своем профиле уже доносить тоже волонтерам информацию. Наталья, вы будете... Вы готовы вот тоже кого-то научить языку? Конечно, готовы. В качестве преподавателя, потому что объем очень большой работы, да, и, наверное, будут востребованы многие. Да. Расскажи, вы попробовали же уже? Да, в этом году мы провели такой первый опыт обучения волонтеров иностранному языку, так называемый английский волонтер волонтеру. Мы из команды, из трех человек, студенток моего факультета, организовали проект, в котором набрали небольшую группу из 25 человек и на протяжении двух месяцев обучали их основным темам, которые могут пригодиться на мероприятиях, когда они участвуют в качестве волонтера. Проект прошел достаточно успешно, на наш взгляд, это был все-таки первый опыт, и поэтому будем работать дальше. Ну, эта технология была как бы пилотно отработанная, поэтому для тех, кто впоследствии будет отобран для участия в чемпионате... То есть вот учиться будут многие, да, получать знания, а вот уже подойдут к финальному этапу, да, работы волонтерами? Учиться будут все, кто отобран для работы на мероприятии. Чтобы не было такого, что я пойду бесплатно выучу английский и... Ну нет, мы, конечно, надеемся на партнерские отношения, да, и волонтер это человек, который не просто в выходные дни, но ради развлечения пришел, да, и поработал немножко на чемпионате. Это наш партнер на протяжении целого месяца 32 дней. А есть вот такая отличительная черта волонтерства Самарской области, вот как вам кажется? Или это, в принципе, такое, конечно, как мы говорим, глобальное явление, где вот... А вот у нас что-то такое, ну и Волгода, а еще что-то, какая-то своя спецификация. У нас уже сложились свои традиции, в принципе, у нас они очень такие давние, да, можно сказать, потому что у нас очень большую историю имеет Самарский центр развития добровольчества. У нас уже есть мероприятия, которые проходят каждый год, это и весенние недели добра, и форум добровольцев каждый год 5 декабря, несмотря ни на что, как говорит Татьяна Санна, мы всегда встречаемся. Вот, поэтому традиции есть, сейчас они добавляются новыми яркими событиями интересными, вот, и только растут. Да, ну это замечательно. И, конечно, основное яркое событие, ну помимо Иволги, следующий, у нас это чемпионат мира по футболу, никто этого не отрицает. И я предлагаю телезрителям посмотреть сюжет о том, как стартовала вот эта программа, обучение волонтеров, подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018-м, смотрим сюжет, а потом продолжим разговор. Дарить хорошее настроение гостям Самары на чемпионате мира по футболу в 2018-м году. Основная задача волонтеров. С ней студентка СГАУ Валерия Захарова справится уверенно девушка и ее друзья. Еще школьниками они стали волонтерами, помогали ветеранам и сиротам. Теперь готовы сделать многое, чтобы футбольным болельщикам в Самаре было комфортно. Я фанат футбола, поэтому я очень хотела поехать на чемпионат мира как волонтер. И помочь, и себя удовлетворить. Все зависит от того, в каком настроении будут находиться наши гости. И нам бы очень хотелось, чтобы их пребывание на нашей самарской земле было очень комфортным, чтобы культура боления, которой сегодня мы прививаем нашей молодежи и взрослому населению, в том числе и была показательной на работе нашего волонтерского движения. Первый волонтерский центр открылся в центре полет на Лукачево. Здесь под эгидой Самарского университета пройдут обучение более трех тысяч добровольцев. 20% составит иностранцы, которые учатся в местных вузах. Отбор в команду волонтеров на чемпионат мира по футболу будет поэтапным. Начиная с зимы 2016 года, любой житель Самарской области старше 16 лет сможет заполнить тест-заявку. Летом конкурсная комиссия выберет достойных, а с января 2017 заработают тренинги. Нам предстоит очень большая работа. В 2018 год должен Самару сделать одной из столиц футбола, причем мирового. И об этом можно мечтать, а можно к этому стремиться. И я считаю, волонтеры – это те люди, которые берут на себя великую миссию представить наш город, представить наш народ вот на таком замечательном мероприятии, как чемпионат мира по футболу. Первый символический тест волонтеры уже прошли. Они отправляли фотографии с видами Самары на конкурс, посвященный чемпионату мира. Эксклюзивный мяч с автографами игроков крыльев советов выиграла школьница. Евгения Трегубенко признается – футбол – это ее жизнь, и она уже сейчас работает волонтером на «Металлурге». До начала матча мы выходим на поле, около приблизительно 40 человек, и мы встаем по периметру всего поля и приветствуем нашу команду. Флагами наши. И такая же задача у нас во время перерыва. Волонтеры будут не только поднимать настроение жителям и гостям города во время чемпионата мира. Им нужно будет подсказать болельщикам, как можно быстрее добраться до стадиона, гостиницы, фан-зоны, больницы или самарских достопримечательностей. И главное – добровольцы обязаны знать звезд футбола в лицо. Добрый вечер еще раз. У нас произошла замена гостей. Я представляю вам следующих. В студии у нас Татьяна Кунатова, координатор волонтерского движения Самарской области «Серебряный актив». Добрый вечер. Сергей Андреянов, руководитель организации «Общественные волонтеры Победы». Здравствуйте. И Ирина Аненкова, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 74, человек, который занимается волонтерами вот именно в этом направлении, в патриотическом. Добрый вечер еще раз. Вот опять же, волонтерское движение одно, а столько много направлений. И вот логически, если действовать из уважения уже к людям пожилым, начнем, наверное, с Татьяны, которая расскажет, что же это за организация «Серебряный актив», почему такое название «Дивное» и чем вы, собственно говоря, занимаетесь. Ну, название действительно «Дивное». Ну, отдельным таким направлением «Серебряные волонтеры» у нас, в общем, волонтеры «Серебряного возраста» существуют давно и всегда. В качестве такого я ездила, например, на Олимпиаду, но у нас… В нашем городе, наверное, не так. Не было такого выделенного. В Центре социальных проектов как раз с прошлого года выделено отдельное такое направление – это волонтеры «Серебряного возраста», куда как раз я и вхожу координатором. И сейчас не только я там «Серебряным возрастом» руковожу. У нас на прошлый год где-то 50 человек уже было волонтеров. Наш отряд растет. Мы готовимся. А вот растет – это как? В количественном отношении? Волонтеров отзывчивых людей и желающих участвовать в волонтерском движении очень много. Вот сколько? Ну, чтобы ориентировались. У нас там миллионный город, а волонтеры… Ну, нет. Вы знаете как? Есть разное направление, но именно в нашей организации где-то к 70 мы уже подходим. И каждый день наши волонтеры «Серебряники» рекомендуют своих товарищей, кто-то приходит. Но у нас, знаете, возрастное все, конечно. Мы на всех мероприятиях не всегда можем вот так раз и пошли. А вот чем занимаются волонтеры у вас? Вообще это вот что за контингент, так скажем? Это люди, которые вот сидят дома. Некуда им свою энергию и опыт вот деть. И они к вам идут и помогают там что-то вот направление их деть. И это тоже, да. Ну, вы знаете, я думаю, что человек активен всегда. Он к старости тоже будет активен. Да, вот если изначально он активен. Если изначально, если этого нет, то не проснется никогда. Но еще есть такие показатели, понимаете, вот мир совсем другой становится, да, интересней. Ну, вот мы, вы говорили уже про чемпионат мира по футболу. Вы тоже там будете задействованы? Очень даже. Мы считаем, очень-очень будем задействованы. Студенты, мы их уважаем, они нас тоже. Но, понимаете, они еще учатся и со временем у них очень ограничено. То есть надо выбирать время. А мы были свободные. У нас женщины и мужчины, которые, ну, как, уже своим временем... А какое направление вы можете вот в таком спортивном, грандиозном празднике... Мы во всех направлениях работали. Мы и на спортивных мероприятиях работали. Вот Наталья говорила, по дзюдо были, да. Мы тоже там участвовали. Но у каждого свой функционал. Ну, куда поставят, где родина потребует, там мы и водим. А вот удостоверения тоже вам какие-то вот... Вы знаете, удостоверений нет. Но у меня лично есть книжка волонтера. У моего внука тоже есть книжка волонтера. И внука своего вот туда же. Вы знаете, вот сейчас очень такое распространенное, что каждый старается... У нас общая такая государственная прошла программа по волонтерским книжкам. И в данный момент все хотят их, да, но единого нет. И каждая организация старается свои выпускать книжки. Ну, давайте уже перейдем, наверное, к другому направлению. И тоже не менее важному и очень ответственному. 70 лет отметили. Было грандиозное мероприятие. Очень много волонтеров было задействовано. Сергей, да, вот я к вам обращаюсь. Вот из прошлого года опыта, что вы взяли для себя? Я знаю, что вы фотографии принесли и можете вот рассказывать. Да, мы можем посмотреть. Ну, в прошлом году... И что к этому готовить? 70-летие Победы нас объединило. То есть множество организаций делало мероприятия, проходили многие мероприятия к 70-летию Победы. Непосредственно была адресная помощь ветеранов. Вот фотографии, да, могут свидетельствовать сейчас. Проходили разные мероприятия и 8-го, 9-го мая. То есть у нас волонтеры принимали участие непосредственно на открытие Парка Победы, Арка Победы. То есть непосредственно на площади Куйбышева 9-го мая волонтеры как раз принимали участие в акции «Бессмертный полк». Могу сказать, что в этом году уже стартовала регистрация на участие на параде 9-го мая в качестве волонтера. До 10-го апреля на сайте волонтеропобеды.рф любой желающий может зарегистрироваться, выбрать город Самара и принять участие. Здесь вы видите сейчас акцию «Сирень Победы», когда у нас во всех практически скверах проходила данная акция «Сажали деревья». Также у нас до 25-го марта на том же самом сайте волонтеропобеды.рф проходит регистрация на послы. Послы от города Самара, то есть послы Победы, которые будут участвовать в качестве волонтера на параде в Москве и Севастополе. В прошлом году у нас три волонтера ездили, показали себя довольно хорошо. В этом году также регистрация идет, приглашаем всех участвовать, регистрироваться, потому что каждый может принимать участие, каждый может стать волонтером. Вот сколько фотографий, и везде мы видим молодежь и ветераны, молодежь и ветераны. Вот это вот удивительно. Ну, смотрите, на 9 мая в прошлом году, кстати, вот Татьяна Викторовна с своей командой серебряных волонтеров принимала участие в каше, в столдатской каше. То есть все мы понимаем, что волонтеры работают и помогают. Серебряный актив готовил кашу, наверное? Нет, нет, они только помогали, сопровождали ветеранов, то есть они им помогали. А также были волонтеры, которые работали с ветеранами на трибунах, то есть на потоке гостей. Сергей, вот в нескольких словах. Вот приближается у нас уже не так много осталось времени до нынешнего, 9 мая праздника. Какие основные, вот чем сейчас занимаетесь, как готовитесь к этому очередному празднику? Ну, смотрите, адресная помощь у нас как была, так и продолжается. В прошлом году мы стартовали вместе, прямо скажу, с работниками судслужбы, обязательно мы заходили к ветеранам, чтобы было совместно, чтобы, не дай бог, никаких обманов не было. То есть всегда у нас все четко идет со всеми министерствами. Адресная служба, молодежь помогает. Также у нас происходит это благоустройство памятных мест, то есть также в прошлом году выезжали как на кладбище, так и к памятникам, то есть таблички где-то просто вытереть, протереть. Выставлялись также посты около них, то есть акт с 15 дней до Великой Победы продолжается вместе с студенческим советом, она будет идти. Событийное волонтерство, когда у нас волонтеры помогают именно на посредственных мероприятиях, также есть. А вы в качестве организатора выступаете? В качестве организатора и в качестве волонтера также сам лично ходил. Да вот ваше любимое дело волонтера какое вот именно на этом празднике? Ну, знаете, вот мы та еще молодежь, наверное, это поколение, которое еще можем разговаривать с ветеранами непосредственно. И когда происходит адресная помощь, когда живое общение непосредственно с тем человеком, который воевал, тот, кто может еще вживую передать то, что на самом деле было, я считаю, что это самое ценное. И вот это больше всего задевает. Да, я вас поддерживаю очень в этом, потому что действительно вот не так много осталось у нас времени, к сожалению, у всех, у нашего уже уходящего поколения ветеранов в связи с этим. Ну, конечно, вот победа связана тесно с темой патриотизма. Мне хотелось бы узнать, Ирина, у вас, как, вот это звучит, конечно, страшно, на мой взгляд, как воспитывается патриотизм в школе? Вот такая вот фраза, которая вот ни к чему к человеческому не ведет. Но все-таки дети у нас растут, сейчас поколение, которое любит, учится любить Родину правильно, да? Вот как это все организовано, чтобы не отбить никакого интереса? Знаете, я хочу сказать, что волонтерское движение как раз и является тем рычагом патриотического воспитания. Вот я сейчас, когда мы ждали, значит, сюда зайти в студию, рассказала коллегам о том, что мы тоже оказываем адресную помощь. И как много берут дети у ветеранов Великой Отечественной войны. Мы приходим к ветерану, ему помочь, а он говорит, вы вот это не мойте, я сам. Но раз мы уже пришли, вот 90 лет будет 4 апреля ветерану, он говорит, если я сейчас не буду работать, не буду делать, я залежусь. И мы тут же детям говорим, вы видите, это жизненный принцип, это кредо. То есть мы их учим брать пример с людей, которые своей жизнью показали, что значит быть патриотом, другими словами. Кроме этого, мы также участвуем во всероссийских акциях. Была хорошая акция «Письмо ветерану». Конечно, школьники все в один день, в одно и то же время сели писать письма своим бабушкам, дедушкам, ветеранам. Но ведь у нас, вы сами сказали, многомиллионный город. Наш волонтерский отряд подготовил про письма ветеранов. Ну, типа агитбригада, мы выехали в торговый центр «Амбар». Мы думали, что люди с колясками Ашан пройдут мимо. Нет, вы знаете, останавливались. Смотрели на выступление, а затем писали эти письма. Поэтому вот так, шаг за шагом, мы учим ребят быть патриотами не в кавычках, а именно любить и стараться помочь, что-то сделать для своей страны. Да, действительно, ветераны удивительные люди, удивительные, которых сейчас совершенно уже нет. Вот если ветеран, то вот к месту, не к месту, вот ездил с ветеранами на Поклонную гору, они бежали впереди меня, забирались, и я вот плелась за ними, потому что действительно вот такого... Да, то есть они нам показывают пример, понимаете, они учат своими действиями, своими словами, своими поступками. Да, и вот у нас не так много времени. Чтобы стать волонтером, независимо от возраста, да, вот и пожилой, и молодой, вот какие первые шаги, как себя обозначить, о чем задуматься? Вот такой короткий рецепт, потому что, как в первой части сказали, движение набирает обороты, и интерес совсем не падает. Вот ваш совет, тем, у кого в душе вот есть это, желание поделиться добром, как вам кажется, вот с чего начать, что подумать, что себе сказать? С себя поднять, с себя, да, и вывести куда-то. И к вам вот как вас можно найти, вот даже вашу организацию? Ну, у нас центр социальных проектов, можно на любом забить интернет, он у нас сейчас очень, да. Центр социальных проектов, и есть человек уже определенного возраста. Да, и там по направлениям, да, там есть и работа со школьниками, да, там все телефоны наши указаны, все это обязательно. Да, Сергей, вот что в вашем направлении? Ну, у меня традиционно на сайт есть волонтеры Победы РФ, то есть любой желающий может зарегистрироваться на сайте. У нас есть представитель в каждом городе, в каждом муниципальном районе, то есть общую базу мы обязательно сделаем выброску. На сайт, и дальше. Да, есть координатор именно города, района, мы свяжем, и сможет человек принять участие. Да, уже понятно. Ирина, и у вас, вот если школьники, вот, ну, в городе созданы и работает городская лига волонтеров, у которой тоже есть группа ВКонтакте, в интернете, можно зайти, во-первых, посмотреть, что можно сделать, где принять участие и присоединиться. Ну, я хочу... В вашей школе, наверное, все уже и патриоты, и ваше руководство. Да, я знаете, что хочу сказать. Очень хорошо, что сегодня это передача, потому что очень важно показывать людям, что сейчас, на самом деле, волонтерское движение. Это не вот просто красивые слова, это то, что нужно на сегодняшний момент. И это труд и ответственность. Большая ответственность. Да, это большая ответственность, потому что, вот, действительно, просто здесь уже не поговоришь, если ты вот за это берешься. И вы знаете, вот мы пропагандируем вот эту волонтерскую деятельность. В этом году впервые на линейке, да, пригласили людей из Центра социализации молодежи, которые тоже занимаются волонтерской деятельностью. И на линейке тоже. Спасибо большое. Время было, что Ирина, вижу ваш энтузиазм, желаю продолжать в том же духе, хочется сказать, не стареет душой ветерана, и нам тоже не стареть. И всем всего самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин